Мы видим, как прибывает обновленный поезд Евпатория-Севастополь. Из пункта отправления он вышел без 20.11, сейчас 13.25, то есть время в пути составило 2 часа 45 минут. А вот старые поезда на весь этот путь затрачивали примерно 4 часа. Путешествие, на которое раньше настраивались как на серьезные испытания, сейчас превратилось в приятное времяпрепровождение. Все пассажиры, которые успели прокатиться на обновленных поездах Крымской железной дороги, уже оценили комфорт. Ой, слушайте, отличные вообще кондиционеры, эти нормальные сиденья, мы тут чуть ли не лежали. Полтора часа до Симферополя намного быстрее, чем с автовокзала. И дешевле. Замечательно, очень прекрасно, детям вообще раздолье. Все необходимое есть для удобства людей с ограниченными возможностями. Есть даже оборудованные места для инвалидов-колясочников. Просторные тамбуры и туалеты, в которых не нужно вжимать плечи, чтобы войти и выйти. Вагоны светлые, просторные, оснащены системой кондиционирования, то есть даже в 50-градусную жару здесь комфортно находиться. Как говорят пассажиры, они практически полностью бесшумные, а самое главное, оснащены очень удобными и мягкими креслами. Есть защита от разного рода хулиганов. Видеокамеры есть и внутри каждого вагона, и снаружи. Снаружи поезда стоят камеры, на крыше поезда, то есть в движении мы можем посмотреть, что происходит в каждом вагоне поезда, что происходит на крыше, нет ли у нас зацеперов, которые любят сейчас кататься. То есть, при видеонаблюдении позволяет вакуамативной бригаде полностью следить за состоянием поезда, как снаружи, так и снутри. Состав способен развивать скорость до 120 км в час, при этом тормозной путь меньше, чем у предшественников. Этот электропоезд намного мощнее, тяговые двигатели на нем, он намного динамичнее, быстрее разгоняется. И также на электропоезде есть электродинамическое торможение, благодаря которому электропоезд быстрее замедляет ход на предупреждение, на ограничение скорости. Ну, соответственно, в этом выигрывается время при использовании электродинамического торможения. Считанных сотен метров достаточно для того, чтобы сбросить скорость с максимальной до ноля. А кабина оборудована специальной аппаратурой, которая следит за состоянием машиниста. В случае, если, например, тот потеряет сознание, компьютер автоматически применит экстренное торможение. То есть, исключается человеческий фактор в экстренных ситуациях. Алексей Дмитриев, Денис Прошин, Новости Севастополя.